Моя планета 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 и фильмов, и наших. Всё понятно. Понятно, да? Все всё знают. С чего начнётся, чем завершится. Ну, закончится так, понятно. Но всё равно каждый раз какая-то интрига. Вот нам очень хотелось эту интригу подольше сохранять. Всё-таки в нашем варианте есть некие моменты, которые мы держим в тайне. Вот, что и как будет происходить. Есть ещё некоторые персонажи дополнительные, которые будут возникать на, так сказать, на пути, да, вот этой вот приключений. Вот это всё будет, сказки. Ну, я знаю, что у зрителей есть уникальная возможность посмотреть, побывать на премьере этого спектакля. У вас сколько состоится, и свободный ли у вас вход? Или нужны пригласительные? Вход свободный 25-го числа, в воскресенье, в 14 часов. Милости просим. В школу искусств классика. В школу искусств классика, концертный зал. Принц, ну давай, перейдём к тебе. Ты играешь главную роль в этом спектакле, Глеб. Вот расскажи об этой работе. Ну, во-первых, хотелось бы начать с того, как выбиралась эта роль. Как, на самом деле, мы играли царевну лягушку, и у нас с Елисеем были такие достаточно интересные роли. Сейчас Елисей играет у нас короля, а я играю его, как бы, сына. Там было наоборот. А вот, да, как раз-таки в царевной лягушке было наоборот. И, конечно же, было очень даже, не то чтобы неожиданно, а было необычно сначала играть, как бы, отца, а потом играть сына. А всё-таки ты сам попросил вот эту роль, или как-то был кастинг, как нашли принца? Нет, у нас были пробы, но всё-таки мы предложили Глебу. Ну, сразу, да, увидели, что всё-таки Глеб... Да, да, попробовать ему, да, эту роль. Но я ещё раз повторюсь, то, что спектакль всё-таки музыкальный, поэтому кто поёт, тот и, так сказать, принц, понимаете, да? Глебу, 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 Глебу. Глебу, 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 Глебу. И эта роль мне понравилась не только тем, что сам персонаж как душевный, а вот то, что он, да, как сказала Ирина Валерьевна, он поёт. И для меня это было, ну, как сказать, для меня это было, опять же, необыкновенно, так как я в театре ещё никогда не пел, я пел либо отдельно, сольный и так далее, в ансамблях, но вот именно в театре, в постановке петь было намного интереснее. А вот всё-таки это сложнее просто играть и петь, или не петь, а только лишь играть? Конечно же, сложнее, когда ты играешь и поёшь. Но при этом столько удовольствия тебя посещает, поэтому лучше уж и петь, и играть, хоть это и требует больше усилий, но всё же это намного интереснее. Волнуешься перед премьерой, Глеб? Словом того, что мы играли уже несколько раз, Золушку, то уже нет такого сильного волнения, как в первый раз. Но надо сказать, что целиком-то всё-таки вы же её не играли, да? Нет, у нас был только спектакль для папы и мамы, это такой внутренний показ. Ну, такая проба пиратов, скажем, посмотрели, ошибки разобрались. В этот раз это впервые на публику, это, по сути, премьера для широкого зрителя. Как мы готовимся? Дело в том, что все образы, всякие речи, может быть, даже тексты, всё это уже изучено, переиграно много раз, всё это мы уже знаем. Самое тяжёлое заключается в танцах, в этих мизансценах, которые происходят в этом спектакле. Ну, наверное, в массовых сценах, да? Да, в массовых сценах. Потому что здесь уже ты не один, и не всё зависит только лишь от тебя, а окружает огромное количество актёров. Конечно, потому что друг от друга, они зависят друг от друга. Вот не туда повернулся, уже, так сказать, с другим партнёром носа столкнулся. Понимаете, да? Ну, тем более, сцена всё-таки Школы Искусства не позволяет особо уж размахнуться. Она, это не театральная сцена, она, в общем-то, камерная. Она хорошая и замечательная, но она компактная. Но она, да, немножечко маловато, мне кажется, уже для ваших постановок. Потому что с каждой последующей работой вы берёте всё больше размах. Да, у нас всё больше актёров подключается. У нас как-то пьесы становятся такие сложно сочинённые в плане именно подключения ещё актёрского состава. У нас ребята заняты, кстати говоря, вот те, кто играет в «Золушки», они все ещё и заняты в больших массовых сценах в спектакле «Баня». То есть мы их уже соединяем в группу. Дважды в этот день. Дважды, да. В двух разных ипостасах. Двойная премьера, да. У них будет двойная. Мне кажется, каждая девочка мечтает сыграть принцессу. Быть принцессой, ну, конечно же, с «Золушкой». Даш, вот мечтала ли об этом действительно ты или как-то вот, ну, на тебя так... Ну, по-моему, выбор режиссёров? Ну, вообще, хотелось попробовать о чём-то новом, сыграть эту роль. Тоже было интересно. И вообще я сначала хотела сыграть кого-нибудь из сестёр. И вот именно хотелось сыграть, наверное, Анну больше. Но меня поставили «Золушкой» и всё же хотелось себя попробовать. И вот, я играю «Золушкой». Ну, ты как считаешь, ты справилась с задачей, которую перед тобой поставили режиссёры? Удалось тебе создать вот этот образ прекрасной девушки-незнакомки, такой волшебной, просто доброй? Ну, мне кажется, да. Ну, хотелось бы ещё что-нибудь добавить в свой образ, как-то усовершенствовать его. Кто тебя будет поддерживать в воскресенье? Кто придёт на премьеру спектакля? Кто будет вот рядом в этот день? Придёт мама, ну, в общем, родители, родственники, одноклассники придут, друзья. Ну, должно быть много людей. Кто-нибудь будет поддерживать. Вообще, когда ты увлеклась театром, вот тебя семья сразу поддержала в этом? Да. Как ты попала в театральную студию «Дебют»? Мама сказала, не хочешь ли ты сходить с себя, попробовать себя в чём-то новом и сходить в театральную студию. То есть... И я, ну, как-то даже не задумываясь, сказала, да, мы пришли, я рассказала стихотворение какое-то, длинное, большое, но было там, наверное, страница 4. Вот. Мы с мамой всё время когда ехали, это была такая недописненная стих, и по радио всё время играла, и я её выучила и решила, ну, почему бы её не рассказать. Собственно, рассказала, меня приняли, и мы играли такие маленькие сценки, мне очень понравилось, и вот уже где-то 5-6 год я хожу в театральную студию. Даша, в каком ты сейчас учишься классе? В седьмом. Ты в седьмом классе, то есть, в принципе, скоро станет выбор, куда идти, вот ты для себя какой путь видишь? Будет ли он связан с творчеством, или всё-таки ты себя немножко в другом амплуа представляешь? Ну, мне кажется, скорее всего, с творчеством, но это ещё под вопросом, у меня много времени, чтобы подумать. Но хочется поступить, конечно, в театральный, но я знаю то, что это сложно, и я пока что думаю. Ну, а мне хочется сказать, что у вас немало выпускников в вашей студии, которые прекрасно учатся и в театральных вузах, и на режиссёрских факультетах, и на сценаристах, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, ваши воспитанники, если уж приходят к вам и остаются так надолго, то, как правило, они выбирают творческую стезю. Да, продолжить уже в вузе тот путь, который они здесь избрали. Причём это не обязательно стать актёром, можно пойти на режиссёрский, да, можно стать, как у нас Настя Иванова закончила в прошлом году и поступила на отделение драматургии в литературный институт. Будет свой драматург. Будет вам сценарий. Да, сценарий пьесы будет нам писать. Пьесы писать будет. Да, современные. Вот, я хочу ещё добавить по поводу Золушки, один момент уточнить. Дело в том, что Золушка, сама по себе характер, она же не просто такая сказочная сладкая героиня, знаете, такая вот, ну вот, как Барби, да, нарисованная куколка. У неё характер будет здоров. Она там и из ружья стреляет, папа её обучает. То есть, такая девочка вполне современная. Современная. Поэтому мне кажется, что вот Дашин характер в какой-то степени так наложился. Когда вы, ну, предлагаете детям те или иные роли, объясняете, почему именно на них пал выбор, вот всегда ли они соглашаются, всегда ли верят в вашему чутью? Не бывает ли споров? Бывают споры. Некоторые боятся, говорят, мы не выучим столько текста. Вот есть вот у меня такие, уже даже в старшей группе ребята, актёры, которые говорят, ой, а можно поменьше? Не потому, что им там лень, но они боятся, что они не запомнят. А некоторые, да, свободно, вот как Глеб говорит, да, пожалуйста, 25 страниц текста, пожалуйста, могу и 40. То есть, вот этот момент. А бывает ещё внутренне, они иногда себе не доверяют. Ну, вот сомневаются, да, получится, не получится. И главное, как бы, ребёнка настроить, да, вот поверить в себя, попробовать. У нас же бывают как этюды, мы пробуем, да. Не обязательно вот выучил текст и пошёл. Так не бывает. Надо что-то ещё добавить от себя. Мария, тебе досталась роль мачехи. Как и работала над этим образом. И не сложно ли тебе было стать сразу мамой двух очаровательных дочерей? На самом деле нет, потому что моя самая первая роль это была поповная. На самом деле поповная мачеха чем-то немножко таки схожи. Тоже хотят иметь власть. И поэтому для меня роли... Ну, в самом начале были кое-какие неудобства, но со временем это всё прошло. А с чем всё-таки были трудности? Вот что никак не удавалось реализовать? Ну, на самом деле, саму роль у меня особо с ролью проблем не было. Ну, как уже Ирина Валерьевна сказала, у нас, ну, не я же одна мачеха, мачеху играю, а играю я и Надя. Из-за того, что мы играли две, ну, как бы у нас одна роль, из-за этого у нас в начале были немножко такие маленькие, ну, немножко споры, но со временем это всё уже прошло. А споры из-за чего? Не так кто-то из вас играл или что? Или вы друг у друга какие-то ошибки видели? Вот с чем споры возникали? Именно из-за роли то, что привыкли всегда, ну, когда я ведь год уже в театральной студии два, я всегда играла полноценную роль, а не делилась, ну, а не делилась. Ну, то есть, Ирина Валерьевна, расскажите, что это за практика у вас такая? Ну, надо же всех задействовать, наших замечательных артистов, поэтому бывают два состава, иногда бывают три состава, но поскольку они абсолютно, они с Надей Пилиповичей абсолютно разные, но при этом играют одну роль, вот поэтому надо было найти, чтобы у каждой была мачеха своя, но при этом в общей конструкции спектакля задача у них, ну, как сказать, знаете как, главная задача определенная, да, пристроить своих дочек, выдать замуж там, кого за принца, кого за короля, но она потом скажет в конце, да, не волнуйся, я и тебя пристрою второй дочке. Вот, поэтому это такая сверхзадача. А по тому, как это делать, да, Маша, по пристройкам, да, как они общаются там с королем или с принцем, они разные, в силу того, что у них характеры разные у девочек, у самих, у актрис, поэтому и они не должны быть одинаковые, они же, это же не маски, как калька, да, вот маска, как в цирке, да, клоун определенного, там, рыжий, белый, они живые, вот они какие есть, они входят в этот, да, в этот образ. Встаньте, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг, ты мой друг, и я твой друг, старый, верный друг. Ай, любили ручка, старенька, добренька, очень любит душа ленька, умник, 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 свечника. Какие твои дочери? Мои дочери, они, если уже говорить так, то пошли чуть ли не целиком в матушку, и... То есть, похоже чем-то на тебя, да? Да, только, ну, как я думаю, мачеха, она вот учит, ну, то есть, она хочет сама же ведь власть, и хочет сама всем править, и она, конечно, любит своих дочек, и, конечно, мне, на самом деле, вот в мачехе, когда самое начало, мне было немножко неприятно, то, что она так к Золушке относится, но мачеха это мачеха, я и не могу изменить так сильно персонажа. А все-таки, скажи, вот сложно играть, ну, такие не совсем положительные роли? Ну, на самом деле нет, мне уже становится, как бы, приятно играть такие роли, плюс в каждом антагонисте есть какая-то своя, изюминка. А что есть у нее мачехи? Мачеха... Ну, помимо ее какой-то безграничной любви к власти, что в ней есть? Что у нее внутри? Ну, я думаю, то, что она хорошая мать, потому что она заботится о своих дочерях, она не хочет, чтобы с их, с ее детьми произошло что-то плохое, она, ну, принимает только своих кровных дочек. Настя, расскажи, кого играешь ты, как у из дочерей, Анну или Марианну, ну, и несколько слов о том, как работала над созданием образа. Я играю Марианну, моя героиня очень своенравная, она очень высокомерная, где-то даже, может, наивная, она очень хочет, как Анна, выйти замуж за принца, ну, конечно, каждая девочка хочет стать принцессой. Вот, честно, Настя, вначале, когда распределяли все роли, не хотелось ли тебе сыграть ту самую принцессу и, в общем-то, осуществить мечту и выйти замуж за принца и стать золушкой? Ну, нет, мне с самого начала хотелось играть фею, но мне предложили играть Марианну, я прочитала роль, и мне очень понравилось, и я определилась с ролью. Настя, сколько лет ты занимаешься в театральной студии, и как началась твоя история знакомства с театром? Ну, я занимаюсь примерно 7 лет, я пришла на концерт с моим лучшим подругом, посмотрела, как они играли роль белочек, мне очень понравилось, там в отрывке очень замечательном, и я решила то, что я тоже хочу заниматься театральной студией, попросила маму, меня отвели, и так все началось. Вот все-таки чему научилась за это время? Что ты теперь умеешь делать? Ну, я стала более раскрепощенная на сцене, вот некоторые комплексы убрались по поводу стеснения. Каролина, ты играешь Анну, вторую дочь мачехи, какие козни строишь ты, золушки, чтобы все-таки принц обратил внимание именно на тебя и женился только на тебе? Я играю Анну. Анна пытается завоевать принца своими стишками, а стишок у меня был про козленка. У меня живет козленок. Я сама его пасу. Я козленка сад зеленый рано утром отнесу. Он забудется в саду, я в траве его найду. Браво! Попробуй! Чудная грифма! Козленок! Зеленый! Ну, хорошо, что дальше выступает Марьянна! Мне не скучно без огня. Есть фонарик у меня. На него посмотришь днем, ничего не видно в нем. А посмотришь вечерком, он зеленый богоньков. Это в баночке с кровой светлячок сидит в живой. Браво! Ну, девчачки, еще! Еще! Ну, удалось покорить Анне сердце принца или нет? Нет. А как ты считаешь, почему все-таки принц обратил внимание на Золушку? Потому что Золушка более естественная, ненаигранная и стеснительная такая. А мы с сестрой более капризные, более... А вот все-таки по-настоящему, ну, конечно же, именно в пьесе, как ты считаешь, по-настоящему любят ли сестры принца или просто они вот хотят завладеть короной и носить звание принцессы и больше их, в принципе, ничего не интересует. больше хотят стать принцессами просто. Власть, деньги, вот то, что нужно, наверное, дочерям, но, конечно же, маме. продукты своей замечательной матушки, такими она их вырастила. Главное, жемчуга, главное побольше, чтобы было вкусной еды, красивых нарядов, украшений. Вот это у них вот... Ну, такие мещанки, если другим языком говорить. Красивые, нарядные, ну, что делать? Вот такие. Но не... Все-таки вот именно поэтому они не становятся принцессами и не выбирают их принц и не влюбляются ни в одну и ни в вторую. Каролина, вот что для тебя театральная студия? И сколько лет ты уже занимаешься? Я занимаюсь четыре года. На сцене я научилась бороться со своей стеснительностью, если так сказать. Начала более громко говорить. Ирина Валерьевна, вот как вы считаете, почему Золушка актуальна и в 21 веке? Золушка актуальна будет всегда, потому что это сказка про искреннее чувство, чувство любви, доброты, доброты к своим ближним. Здесь персонажи, здесь нет вот абсолютно положительных и абсолютно отрицательных персонажей. Здесь они балансируют на грани, да? То есть даже те, которые вот мачеха, там, дочки ее, те персонажи, которые, ну, изначально они как бы по другую сторону игры, да, интриги, они все равно в каждом из них теплится такое вот чувство, что у них тоже что-то теплое, тоже может быть и любовь, да, и какое-то, и ощущение какой-то дружбы и так далее. Поэтому эта сказка, она будет жить всегда, и в ней всегда будут новые какие-то грани, нюансы все находить. Вот, и я надеюсь, что нам тоже удалось с ребятами что-то свое привнести, и мы всех приглашаем, да, ждем на нашу премьеру. 25 марта, 25 марта, 2 часа дня, милости просим, школа искусств, классика, двери открыты, вход свободный. Спасибо огромное, что в наше время пришли сегодня в нашу студию, обязательно побываем на вашей премьере, конечно же, ребят, удачи вам, успехов. Вы смотрели программу «Моя планета», верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok